Николай Степанович Гумилёв, один из величайших поэтов Серебряного века, основатель литературного течения под названием «Акмеизм», прозаик и литературный критик. После ареста и расстрела поэта в 1921 году его произведения в нашей стране почти не печатались и не изучались. Лишь после реабилитации Гумилёва его стихи и проза обрели вторую жизнь. Среди самых известных сборников стихов поэта можно выделить следующие – жемчуга, костёр, романтические цветы, шатёр, фарфоровый павильон, колчан. А к самым значимым произведениям в прозе можно отнести пьесу «Дитя Аллаха», новеллу «Чёрный генерал», рассказы «Девкалеон» и «Вверх по Нилу». Прозаических произведений у автора немного, и большинство из них написаны в период раннего его творчества. Стихам Гумилёва свойственен романтизм, они ярки и экзотичны. Во многих из них угадывается страсть поэта киноземным путешествиям. Николай Степанович Гумилёв родился 15 апреля 1886 года в городе Кронштадте. Отец мальчика Степан Яковлевич был корабельным врачом. Он, как морской доктор, совершил не одно кругосветное путешествие. Мать будущего поэта Анна Ивановна была дочерью знаменитого адмирала Львова и принадлежала к старинному дворянскому роду. Николай был третьим ребёнком в семье. У него были старшие брат Дмитрий и сестра Александра. Детство Гумилёва прошло в царском селе. Николай рос очень болезненным ребёнком. Его часто мучили головные боли. Поэтому каждое лето его родители старались вместе с детьми выбираться в родовое имение Берёзки, что находилось в Рязанской губернии. Целебный деревенский воздух и тишина вокруг действовали благотворно на здоровье Коли. Осенью 1894 года будущий поэт пошёл в царско-сельскую гимназию. Но по состоянию здоровья через несколько месяцев он вынужден был покинуть её стены. Родители определили сына на домашнее обучение. В 1895 году семья Гумилёвых переехала в Петербург. Здесь Николай поступил на учёбу в гимназию Гуревича. Учиться ему не нравилось. По многим предметам он неизменно получал плохие отметки. Единственные дисциплины, в которых он преуспел, это чтение и рисование. В 1900 году его по причине неуспеваемости оставили на второй год. Но в это же время заболевает туберкулёзом его старший брат, и вся семья на время переезжает в город Тифлис, который сегодня носит название Тбилиси. Здесь, в Грузии, Николай учится сначала в одной гимназии, затем в другой. Когда в 1903 году семья будущего поэта возвращается в царское село, он поступает в 7 класс царско-сельской гимназии. Здесь у Коли по-прежнему отсутствует прилежание к учёбе. Дважды он был на грани отчисления из-за плохой успеваемости. От этого его спас директор гимназии, поэт Иннокентий Анинский, который заступился за талантливого ученика, сочиняющего стихи. Весной 1906 года Николай Гумилёв окончил обучение и получил аттестат. После этого он поступил учиться в Сорбонну. Здесь, в Париже, молодой поэт знакомится с такими видными литературными деятелями, как поэтесса Зинаида Гиппиус, поэт Андрей Белый, писатель Дмитрий Мережковский. Но мэтры не приняли в свой круг начинающего поэта, высказав своё недоверие его таланту. В 1907 году Николай вернулся в Россию, чтобы пройти призывную комиссию. В армию его не взяли по болезни глаз. Через год он поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1909 году поэт перевёлся на историко-филологическое направление, но ни одно из этих отделений Гумилёв так и не окончил. Известно, что своё первое небольшое стихотворение Николай написал в 6 лет. Первое опубликованное произведение стихотворения «Я в лес бежал из городов» увидело свет, когда Гумилёву было 16 лет. Первая книга стихов под названием «Путь конквистадоров» вышла в 1905 году. Она была издана на средства родителей начинающего поэта. На эту книгу обратил внимание поэт Брюсов. Сильно хвалить он её не стал, но мэтр выразил мнение, что её сочинителя творческий путь только начинается. Во время учёбы в Париже Николай изучает живопись, много путешествует, пишет стихи и рассказы, которые печатаются в журнале «Весы». Поэт успел трижды побывать в Африке, впечатления о которой потом лягут в основу многих его произведений. Деньги на путешествия он скопил сам, в основном это были гонорары за публикацию стихов. В 1908 году вышел сборник стихов Гумилёва под названием «Романтические цветы». Поэт Маяковский очень прохладно о нём отозвался, назвав стихи Николая слабыми. Однако успех у публики книга имела. В 1909 году поэт основал своё новое художественное общество под названием «Академия стиха». В него вошли поэты Анинский, Блок, Кузьмин, Маяковский. В 1910 году выходит сборник стихов поэта «Жемчуга». Книга собрала много хвалебных откликов литературных критиков. В 1912 году Гумилёв провозгласил появление нового течения в литературе – акмеизма. Его приверженцы отдают дань материальности и предметности в поэзии, точности слова. Сторонниками нового течения объявили себя Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Зинкевич и другие. Акмеисты запустили собственный ежемесячник стихов и критики под названием «Гиперборей». Во время Первой мировой войны Гумилёв записался добровольцем на фронт. Позднее военная тема найдёт у него отражение в сборник из стихов «Колчан». В них автор обращается к теме неприятия войны и насилия, христианского милосердия и спасения души. Стоит сказать несколько слов о личной жизни. Со своей первой женой, поэтессой Анной Горенко, которую мы больше знаем под именем Анна Ахматова, Гумилёв познакомился в 1903 году. Девушка писала стихи и очень понравилась молодому поэту, но она долго не отвечала ему взаимностью. В конце 1909 года Николай сделал Анне предложение. В апреле 1910 года молодые люди поженились. 1 октября 1912 года у них родился сын – Лев. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Николай Гумилёв отправился добровольцем на фронт. Разлука охладила супружеские отношения Гумилёва и Ахматовой и внесла в них разлад. В мае 1918 года Анна потребовала развод от мужа. В августе этого же года супруги развелись. А уже в начале 1919 года Гумилёв женился второй раз на Анне Энгельгард. Она была актрисой и поэтессой. Эта девушка была внешне очень привлекательна, но характер был у неё нелёгкий. К тому же, по мнению многих её современников, она не отличалась умом. Когда Гумилёв выходил с молодой женой в свет, он просил её помолчать, чтобы она оказалась всем ещё красивее. В апреле у пары родилась дочь Елена. Анна Энгельгард переживёт своего мужа на 21 год, но судьба её и их общая с Николаем дочерью окончилась трагически. Они погибнут от голода в 1942 году в Ленинграде. У Николая Гумилёва также был незаконно рожденный сын, «Орист Высоцкий» от актрисы театра Мейерхольда Ольги Высоцкой. Роман Николая и Ольги был бурным и скоротечным. Он случился в то время, когда поэт был женат на Ахматовой. Своего сына Ориста Гумилёв никогда не видел. Нет даже данных о том, знал ли он вообще о его существовании. Николай Гумилёв никогда не скрывал свои политические и религиозные взгляды. Он открыто заявлял, что является монархистом. Поэт верил в Бога и не одобрял действия новых властей по отношению к церкви. В августе 1921 года Николая арестовали за антисоветские действия. Он был обвинён в участии в заговоре Таганцева. Всего были арестованы около ста человек, большинство из которых происходило из творческой и научной интеллигенции. Друзья поэта пытались выручить его, но не смогли повлиять на решение комиссии по борьбе с контрреволюцией. 24 августа вышло постановление о расстреле участников заговора Таганцева. 26 августа Николая Гумилёва и других обвиняемых расстреляли. Место казни и захоронения поэта доподлинно не установлено до сих пор. В 1992 году Николая Гумилёва реабилитировали. Его дело было признано сфабрикованным. Доказательств, подтверждающих участие поэта в заговоре Таганцева не обнаружилось. Произведения Николая Гумилёва надолго были преданы забвению. Но сейчас его стихи переживают второе рождение и вызывают у читателей всё больше интерес к творчеству и личности автора. Редактор субтитров А.Семкин